Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения «Дюфрейн» в Канаде. Готовясь к этому служению, я вспомнила видение моего мужа. Как я уже недавно говорила, мы с семьей, и вы как собрание, являемся управителями того, что Бог сделал через создателя этого служения, доктора Эда Дюфрейна. Мы управители того, что Бог делал с ним и через него. Мы должны это вспоминать, потому что это поможет нам быстрее двигаться вперед в том, что мы должны делать. Вы слышали, как я рассказывала о книге Папы Хейгена «Я верю в видения». Эти видения были даны Папе Хейгену, но даны ему ради нас. И наше дело помнить их, повторять их, возвращаться к ним. И точно так же у моего мужа были посещения, были сверхъестественные переживания, которые происходили с ним, но ради нас, на пользу тела Христова. И наше дело изучать их, вспоминать их, повторять их, возвращаться к ним, пересказывать их, потому что это поможет нам еще более ускориться. Аминь. И сегодня утром я хочу напомнить вам об одном из видений моего мужа. Вы уже слышали об этом. Но поскольку она настолько сильная и раскрывает откровение, мы хотим снова говорить об этом сегодня утром. Прямо перед тем, как он начал проповедовать и вошел в полное время служения, он служил в службе порядка своей поместной церкви. В одно воскресное утро было хлебопреломление. Он стоял вместе с другими служителями службы порядка, раздающими причастие. И он сказал Богу, «Боже, я даже на самом деле не понимаю, что такое вечеря». И когда он это сказал, внезапно он увидел видение. Крыша как будто исчезла с этого церковного здания в то утро. И он увидел Иисуса, висящего на кресте. Он увидел его там. И тут он заметил, что по воздуху летят слова «И впиваются вы Иисуса». И все его тело содрогалось от воздействия того, что возлагалось на него. Сначала те слова, что он видел, летели медленно, так что он мог их прочитать. Он видел такие слова, как «рак», «туберкулез», «артрит». Он видел названия болезней и немощей. Пока он смотрел, они начали лететь быстрее, настолько, что какие-то слова он узнавал, а какие-то уже нет. Он рассказывал, что они начали лететь так быстро, что он уже не успевал их читать. Он видел то, о чем говорил пророк Исаия, что на Иисуса были возложены все болезни и немощи. Он видел все это именно тогда, когда церковь, как раз принимая вечерю, вспоминала то, что произошло в тот день, чтобы активизировать свою веру. Они говорили, мы помним, что Иисус взял на себя болезни и немощи, чтобы они могли получить свое исцеление. Мы говорим вам эти вещи, вам их нужно слышать, чтобы вы получили напоминание. Потому что каждый раз, когда вы сталкиваетесь с трудностями, с противостоянием, дьявол только того и хочет, чтобы вы забыли то, о чем вам нужно помнить. Аминь. Итак, нам нужно помнить, что когда Иисус был на кресте, все болезни и немощи человечества были возложены на Него. Он заплатил великую цену за наше исцеление. Поэтому мы не должны относиться к этому легкомысленно. Мы не должны соглашаться с симптомами. Нельзя уживаться с физическими проблемами просто потому, что мы можем и потерпеть. Мы не должны терпеть, потому что Он умер для того, чтобы тебе с этим не жить. Аминь. Итак, воля Божья для абсолютно каждого человека быть исцеленным. Как служитель и как верующая, я не могу никому гарантировать мгновенное исцеление. Но любому человеку могу обещать исцеление. Я не могу вам сказать, сколько пройдет времени, прежде чем это проявится. Иногда это может проявиться мгновенно. А иногда это может проявляться постепенно. И то, и другое мы видим в служении Иисуса. Это показано в Слове, а значит, и то, и другое правильно и соответствует Слову. Неважно, проявляется ли исцеление со временем или тотчас, оно божественно, приходит ли мгновенно или со временем. А потому, сколько бы ни прошло времени, просто высвобождай свою веру, стой в вере, пока оно не проявится. Аминь. Если ты не оставишь веру, оно проявится. Потому что я не могу обещать тебе мгновенное исцеление, но я всегда могу гарантировать тебе исцеление. Аминь. Исцеление — это воля Божья для каждого человека. И нам важно знать, как принять исцеление. Аминь. Нам необходимо не просто знать, что исцеление — это Божья воля. Нам нужно узнать Божьи способы исцеления. Как Он исцеляет. Потому что часто люди думают, если я достаточно долго поплачу, Бог меня исцелит. Не это Божий способ. Воля Божья — исцеление. Но способ Божий не заключается в плаче и эмоциональности, мольбе. Потому что ничто из этого не является проявлением веры. Важно, как Бог что-то делает. Чтобы нам принять то, что является Его волей, нам нужно узнать, как Он это делает. Поэтому сегодня утром мы будем говорить об основном способе, которым Бог исцеляет. Потому что, когда мы узнаем, как, мы можем сотрудничать с Ним. Аминь. Прочитаем Луки 5 главу с 1 стиха. Луки 5, 1. Здесь сказано, «Однажды...» И я хочу, чтобы вы увидели эту важную мысль. «Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать Слово Божье, а Он стоял у озера». Итак, Он стоит у озера, и люди теснятся к Нему, чтобы слышать. В большинстве случаев, когда люди читают Писание, все, что они видят, это, что толпы теснились, чтобы получить чудо, получить исцеление. И да, они получали. Но заметьте, первое, что они делали, они теснились, чтобы слышать. Аминь. Затем, несколькими стихами ниже, давайте прочитаем Луки 5, 15. Этот стих звучит следующим образом. «Но тем более распространялась молва о нем». Как кто-то становится известным? Люди о нем слышат. Так? Его известность росла из-за того, что люди слышали о нем. Здесь сказано, «но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к Нему слушать и врачеваться у Него от болезней своих». Заметьте, слово говорит нам в Римлянам 10, 17 «вера от слышания», а слышание от Слова Божия. Кто из вас знает, что вы даже не родились свыше, пока не услышали что-то? Вы не просто однажды сидели дома и внезапно «Вау! Я рожден свыше». Это не просто свалилось на вас автоматически. Вам нужно было что-то услышать. И когда вы услышали что-то, вам нужно было правильно на это отреагировать. Возможно, было множество раз, когда вы слышали и отвергали, и не реагировали правильно. Но однажды вы услышали, и вы отреагировали на это правильно. Вы приняли это, вы поверили в это. И поэтому стали новым творением во Христе. Это пришло, потому что вы что-то услышали. Это показывает нам, что каждый раз, когда мы хотим получить что-то от Бога, нам нужно что-то сначала услышать. Аминь. Каждый ли, кто услышит, примет? Ну, если будут слушать сердцем и верить, то да. Но если они отмахиваются от этого и отвергают это, они не получат то, что услышали. Точно так же, как кто-то слышит послание о спасении и говорит «это не для меня» и уходит, и он не будет рожден свыше, потому что отверг это. Каждый, кто приходил к Иисусу за исцелением, всегда получал исцеление. Если они приходили критиковать, они не получали исцеление. Если они приходили судить, они не получали исцеление. Но если они приходили готовы и услышать, желая слышать, готовы и сотрудничать, готовы и верить в то, что они от Него слышали, то они всегда получали. Ты всегда сможешь получить, если ты всегда будешь слышать. Аминь. Поэтому, если мы не получаем исцеление, то суть не в том, чтобы добиться, чтобы Бог послал что-то, а в том, чтобы нам усилить свое слышание. Ваше исцеление живет в вашем слышании. Ваше исцеление начинается со слышания. Вы понимаете? Оно с этого начинается. Как только вы слышите, может, вы сразу не видите проявления, но ваше исцеление начинается, когда вы слышите. Что-то произошло. В этом стихе сказано, что они стекались, чтобы слушать и врачеваться. Здесь не сказано, что они просто пришли врачеваться. Здесь сказано, что они пришли, чтобы слушать и врачеваться. Они понимали, что их исцеление было связано с их слышанием. Как они это поняли? От Него. Он их научил этому. Вам нужно услышать, что я говорю, для того, чтобы вера могла прийти к вам. Когда у вас появляется вера, тогда вы способны принять то, о чем я говорю. Аминь. Вы способны с этим сотрудничать. Итак, их слышание предшествовало их исцелению. И именно это многие упускают. Иногда слыша, что в какой-то церкви люди исцеляются, они приходят на служение и ожидают. Ну вот, я приду, и кто-то помолится за меня, и я исцелюсь. Это не по слову. Не соответствует ему. Когда вы приглашаете кого-то в эту церковь, говорите так. «Приди и послушай, что Бог сделает для тебя». И когда ты услышишь, ты сможешь принять то, что Он сделает для тебя. Но говорить людям, что они просто придут и исцелятся, они не исцелятся, пока не услышат. Вам нужно услышать, чтобы исцелиться. Поэтому, если ваше исцеление задерживается, ускорьте свое слышание. Увеличьте свое слышание. Ваше исцеление связано с вашим слышанием. Аминь. Чем больше вы слышите, тем больше силы исцеления будет течь. Чем меньше вы слышите, тем меньше силы исцеления будет течь. Мало слышания – мало исцеления. Много слышания – много исцеления. Аминь. Это путь. Аминь. Это способ Божий. Что они слышали об Иисусе? Они наверняка слышали, что Он целитель. иначе они бы не пришли с ожиданием услышать об этом и получить это. Аминь. В школе ученик изучает только то, чему его учат. Если ему нужно выучить алфавит, для этого не приглашает учителя математики. Правильно? Вы не выучите алфавит, слушая о математике. Точно так же вы не примите исцеление, слушая о том, как Бог не исцеляет. Бог — Целитель. И люди, не сведущие в Слове, формулируют и передают свое понимание в качестве доктрины, в качестве Слова. Но Слово говорит, что Иисус взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, и ранами Его мы исцелились, что значит, что Он заплатил за эту цену. Значит, именно это вам нужно услышать, если вы собираетесь исцелиться. Вы не можете слышать, что это все уже в прошлом, и при этом исцелиться. Аминь. Чтобы исцеление осталось в прошлом, Богу пришлось бы изменить свое имя. Потому что Его зовут Ягова Рафа, Господь — Целитель твой. Поскольку имя Его не меняется, то, что раскрыто через это имя, тоже не меняется. Аминь. Аллилуйя. Итак, исцеление не осталось в прошлом, но если ты слышишь, что оно осталось в прошлом, ты будешь обкраден. Важно, чтобы ты слышал то, чем Бог тебя обеспечил, а не что-то, что против того, чем Бог тебя обеспечил. Важно, чтобы ты слышал об исцелении. Важно, чтобы ты слышал о преуспевании. Важно, чтобы ты слышал о вере. Важно, чтобы ты слышал о радости. Важно, чтобы ты слышал о свободе от чего-то, что пытается тебя связать. Тебе нужно слышать об этом и Слово Божьего прежде, чем ты что-либо получишь от Бога. Твоя помощь в твоем слышании. Твои ответы в твоем слышании. Необходимые тебе перемены в твоем слышании. Не в слышании твоего пастора. Не в слышании твоего мужа или жены. но в твоем слышании». И тут речь идет не просто о физических ушах. Суть в том, чтобы слово вошло через физические уши, но затем попало во внутренние уши, уши твоего сердца, уши твоего духа. Аминь. Итак, в этом стихе сказано, «Они пришли слушать и врачеваться». Мы видим две вещи. «Они пришли слушать и врачеваться». Заметьте, здесь мы видим человеческую часть и Божью часть. В одном предложении мы видим обе роли. Роль человека — слушать. Роль Бога — производить исцеление. Вы не можете произвести исцеление. Вы не можете избавиться от симптомов. Вы не можете заставить болезни и немощь оставить ваше тело. Это Божья часть. Когда вы начинаете пытаться избавиться от чего-то собственными силами, если я достаточно помолюсь и поисповедую, вы пытаетесь избавиться от чего-то, сами сделать то, что может сделать только Бог. Аминь. Ваше дело — слушать. И когда ваше слышание наполнится, когда ваше слышание наполнится, тогда исцеление полностью потечет. Люди хотят услышать всего одно предложение об исцелении и при этом получить полное здоровье. Поймите, это так не работает. Когда вы настолько наполнитесь своим слышанием, что вся внутренность будет полна тем, что это принадлежит мне. Почему Бог ждет, пока вы будете наполнены откровением, прежде чем вы получите? Хотите знать почему? Потому что тогда никакой бес не сможет у вас этого украсть. Когда вы полны этого, когда вы полны того, что Бог говорит, то вы этого уже не отпустите. Дьявол будет пытаться украсть у вас все, чем Бог когда-либо вас благословлял. Но когда вы наполнены откровением, «Бог мой целитель, болезнь мне не принадлежит, у меня есть власть над этим». Когда вы полны этого, ни один бес, никакая плохая доктрина, никакое неправильное мышление не сможет вас обокрасть. Бог ждет, пока вы будете полны, потому что в этом ваша безопасность. Когда вы знаете лишь одно утверждение о Боге-целителе, тогда кто-то может представить против вас целую аргументацию и заставит вас поколебаться, потому что одно утверждение не устоит против целой аргументации. Но когда вы наполнены настолько, что вы убеждены, вы полностью уверены, и это то, что сказано об Аврааме, он был вполне уверен, что Бог силен исполнить обещанное. Люди хотят быть частично уверенными, но получить полное исцеление. Нужно быть вполне уверенным. Когда вы полностью убеждены, исцеление легко. Если исцеление нелегко, наполняйтесь больше. Наполняйтесь, наполняйтесь истиной исцеления. Папа Хэгген, Кеннет Э. Хэгген, был нашим духовным отцом. Его жена, мама Хэгген, когда ей было около 70, врачи поставили ей диагноз неизлечимой болезни сердца, с которой они не могли ничего сделать. Не рады ли вы, что Иисус – целитель, и нет такой вещи, как неизлечимая болезнь? Нет смертельных болезней для Него. Нет ничего смертельного для Него. Ничего неизлечимого. Мама Хэгген жила с братом Хэггеном много лет. Годами ходила на его служение. Она слушала учения о вере, об исцелении, получала основы от одного из лидеров в теле Христа, генералов в теле Христа. Но, когда врачи сказали ей, что у нее неизлечимая болезнь сердца, она не просто сказала «Ну, я христианка». Она не сказала «Я живу с великим мужем Божьим». Я слышала кучу проповедей. Она не села и не расслабилась. Знаете, что она сделала? Она начала наполняться, 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 наполняться. И как она наполнялась? Она брала кассету Папы Хэггена с местами писания об исцелении, включала и проигрывала ее всю ночь, весь день дома, в машине. Когда она одевалась по утрам, она ее проигрывала и проигрывала. И что она делала? Она наполнялась, она наполнялась. Как наполняться? Через слышание. Наполнение через слышание. Ты не можешь слушать раз в неделю и говорить, что ты полон. Это невозможно. Точно так же, как невозможно поесть раз в неделю и сказать «Все, я сыт, хватит на неделю». Нет, не хватит. Мы все можем подтвердить. Итак, она питалась. Она включала учение с голосом мужчины, с которым она жила. Лучше это слышать через голос, с которым у тебя есть божественная связь. Потому что, когда ты слышишь кого-то, кого Бог привел в твою жизнь, ты ощущаешь, что ты дома. Это то, что нужно. И она слушала час за часом, день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем. Она не сказала «Ну, я немножко послушала, ничего не вышло, сдаюсь». Она просто продолжала слушать, слушать, и слушать, и слушать. Спустя год. Вы понимаете? У нее было основание веры. У нее было основание истины исцеления. Но спустя год слышания, и слышания, и слышания. Однажды вечером они были с папой Хейгеном у себя дома в Талсе и смотрели телевизор. И она рассказывала, что пока они смотрели телевизор, Бог открыл ее глаза, и она увидела ангела, как он вошел в комнату. Этот ангел подошел, встал перед ней, просунул руку в ее грудную клетку. У него было что-то с собой. Он вложил это в ее грудную клетку. Затем, когда он достал свою руку из ее груди, он положил на стол что-то, что вытащил оттуда. Это было ее старое сердце. Он вложил новое сердце в нее. Они пошли к врачу через несколько дней. Ничего ему не рассказали. И врач сказал, что это не то же самое сердце. Это другой орган. Это другой орган. И тогда врач сказал, это первое подлинное чудо, которое я когда-либо видел, потому что я на основании рентгена вам говорю, что это снимок совершенно другого сердца. Как это произошло? Она наполнилась. Как она наполнилась? Она слушала. Она слушала. Вам не отказано в ответе. Он ждет вашей наполненности. Ждет, чтобы вы наполнились тем, что Бог об этом говорит. Почему? Потому что тогда никакой бес, никакое противостояние, никакие симптомы, которые могут пытаться снова вас посетить, не смогут сдвинуть вас с этой позиции. Это мое. Дьявол, ты это не заберешь. Вам нужно понять. Дети Божьи, вы исцелены. Вы не больные, которые пытаются исцелиться. Вы исцеленные. Когда вы исцелились? При рождении свыше. Вы получили нового человека. Бог называет вас исцеленными. Он называет вас преуспевающими, свободными. Он называет вас освобожденными. Но часто люди пытаются получить то, чем Бог их уже соделал. Суть не в попытках заполучить исцеление. Вы уже исцелены, и дьявол пытается украсть это у вас. Симптомы приходят и пытаются украсть у вас то здоровье, которое уже ваше. Ваше дело противостать и сказать «нет, этому не бывать, нет, не выйдет». И когда симптомы приходят, и они настойчивы, они остаются и остаются. То, что симптомы остаются, не делает их правильными. И не делает их истинной. Аминь. Если вы не наполнены, вы начнете колебаться. И вы слетите со Слова. Потому Слово говорит «укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Что он говорит? Укрепляться Господом значит быть сильным в Слове. А могуществом силы Его значит в Духе Святом. Будьте полными Слова, будьте полными Святого Духа, потому что, когда приходит дьявол, он не может сдвинуть наполненного человека. Он не может обокрасть наполненного человека. Наше дело не исцелится. Наше дело наполнится. Вы это понимаете? Наше дело наполнится. Потому что то, чем ты наполнен, начнет тобой двигать. Если ты полон сомнений, сомнения будут двигать тобой. Если ты полон волнения, волнение будет двигать тобой. Если ты полон страха, страх будет двигать тобой. Если ты полон Слова об исцелении, тогда здоровье понесет тебя как поток. Аминь. Не волнуйся. Не пытайся стать исцеленным. Не твое дело стать исцеленным. Твое дело стать наполненным. Как стать наполненным, скажите мне? Еще раз спрошу, как быть наполненным? Слушать. Твое дело — слушать. Это значит, что ты отмеряешь степень своего исцеления степенью своего слышания. Чем больше ты слушаешь, тем больше это будет течь. Аминь. Итак, мама Хеггин в тот вечер сидела, держась за руки с папой Хеггином на кресле, и она даже ему не сказала, что она видела. И когда они встали, чтобы идти спать, тогда она ему рассказала, что произошло. Она сказала, ангел зашел. Исцелил ли ее ангел? Нет, Иисус — целитель. Но ангелы — это божественные ассистенты, которые приносят части тела. Когда врач говорит, что все уже слишком далеко зашло, для кого? Для кого? Может быть, все слишком далеко зашло для врача, и врач не враг. Он говорит вам правду, что для него, да, это зашло слишком далеко. Но это не слишком далеко зашло для Иисуса. Не слишком далеко зашло для силы исцеления. Не слишком далеко зашло для Слова. Аминь. Но если вы лежите в кровати и все время прокручиваете в себе и напоминаете себе, «О, мне сказали, что я от этого умру! Мне сказали, что я от этого умру! Мне сказали, что я от этого умру!» Почему бы вам не послушать что-то другое? Просто от того, что вам это сказали, это не означает, что вам обязательно это слушать. Вам решать, что вам слышать. Вы решаете, что вам слышать. И когда Он говорит, что «Я буду жить и не умру», «Я буду жить и не умру», вот что Слово говорит. Слово говорит «Я буду жить и не умру». Когда вы это говорите, этим вы и наполняетесь. Жизнью. Аминь. Если то, что вы слышите, вас беспокоит, перестаньте это слушать. Если вас приводит в смятение то, что вы слышите, но вы говорите, «Понимаешь, я слышу тебя, пастор Нэнси, ты говоришь, что исцеление мне принадлежит, но моя церковь говорит, что не принадлежит». Ну, что вы хотите? Вы хотите то, что говорят они, или то, что говорит Слово? Не важно, чему вас кто-то учил, важно, что говорит Бог. И если то, чему вас учили, не соответствует тому, что говорит Бог, Бог вам разрешает выбросить все, что говорят другие. Просто выбросите это, отвергните это, противостаньте этому, потому что, если вы хотите исцеления, вам нужно слышать об исцелении. Аминь. Итак, мы видим, что они пришли слушать и ворчеваться. Их дело было слушать. Ваше дело — слушать. Мое дело — слушать. Не мое дело — быть исцеленной. Мое дело — слушать. Божье дело — позаботиться о том, чтобы сила исцеления встретилась с моим слышанием. Слышание Слова вкладывает в тебя веру. И именно вера привлекает исцеляющую силу Божью. Вера — это магнит. И этот магнит притянет в вашу жизнь то, во что вы верите. Если вы верите, что вы рано умрете, то именно это и придет в вашу жизнь, потому что то, во что вы верите, — это магнит. Если вы верите, что Бог ваш обеспечитель, обеспечение придет. Если вы верите, что Бог ваш целитель, исцеление придет. Если вы верите, что вы искуплены от болезней и немощей, то они уйдут из вашей жизни. Вы не больной, пытающийся исцелиться. Вы исцеленный. Вы начнете подходить к каждой ситуации таким образом. Нет симптомы. Нет, я исцелен. Вы не украдете у меня мое здоровье. Как вы можете это говорить? Потому что вы слушали. Если вы колеблетесь в своих убеждениях, значит, вам нужно больше слышать. Аминь. Аллилуйя. Кто готов сказать, исцеление принадлежит мне, и я его не отпущу? Это значит, что мне придется использовать Божий способ. В чем Божий способ? Слушать и врачеваться. Скажите это со мной. Слушать и врачеваться. Я слушаю, поэтому я исцелен. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministriescanada.ca, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством, обратиться с молитвенной просьбой или зайти в наш интернет-магазин. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн в Канаде.